И так мы продолжаем. В эфире Борис Релиз. Программа для всех, у кого есть музыкальный вкус или желание его приобрести. Ну да, без телевизора, конечно, вам тоже не обойтись. И на очереди эксклюзивная премьера эфира. Три года назад британцев Клексенс объявили пионерами, героями и зачинателями стиля Нью Рейв. В 2010 году Нью Рейв вспоминать перестали, и все встало на свои места. Новых Битлз из Клексенс не получилось, а получилась неплохая молодежная рок-группа. Тем временем второй альбом британцев вышел 23 августа, называется Surfing the Void. Пластинку продюсировал небезызвестный Рос Робинсон, когда-то открывший миру слепнот. Альбом добрался до десятой строчки национального чарта Великобритании. Еще вроде бы неплохо продавался в Австралии. Просто континент находится далеко, и там еще не знают, что никакого Нью Рейва на самом деле нет. Итак, первый сингл с нового альбома Клексенс. Песня называется Echoes. Клип снимали в египетской пустыне Фарафра. Музыканты просто играют себе среди песков и не выпендриваются. Простенько, незатейливо, но не так уж и плохо. Итак, эксклюзив. Клексенс, Echoes. Только на первом альтернативном. Echoes from the other world Turned horizons Into endless ever-presents Echoes Many other worlds True horizons Starts to turn В гостях у нас участники коллектива Invite, играют которые звонкий, милый инди-поп для романтично настроенных модников и соответствующих студентов. На счету у группы EP и альбом в 2010 году, который выйдет, как я понимаю. Ну, возможно, и выйдет. Возможно, и выйдет. То есть пока еще не на счету. Но так как мы молодая группа, поэтому у нас, возможно, и выйдет. Так уж вышло, что вы часть вот этого дикого инди-поп-бума, инди-поп-рок-бума, который сейчас накрыл буквально всю планету. То есть это не только российские, понятно, понимаете. То есть как вы к этому относитесь? Ну, на самом деле, ну, если есть какая-то волна, все равно неизбежно. Если ты начинаешь что-то делать в этой волне, то тебя к ней неизбежно причислят. Ну, и второе совпадение, наверное, которое может нас объединять со всем этим веянием, это то, что мы в любом случае росли вместе с этим же поколением на этой же музыке. И она не может никак не сказываться на том, что мы сами делаем. Поэтому нельзя строго, скажем так, причислять нас к этому веянию, но и отделять от него тоже, в общем, было бы достаточно глупо. Мы как бы не паримся этим фактом, потому что мы себя изначально не считали этой волной. Мы там не лезли в эту тусовку сами намеренно. То есть как бы, ну, есть тусовка, нельзя отрицать факт наличия определенных тусовок музыкальных. Мы изначально никуда ни с кем особо не тусовались, не пытались как-то подружиться и так далее. И мы позиционируем себя, в общем-то, как бы некий коллектив отдельный от структур существующих. Это нас, наверное, спасает от... Надо зайти просто послушать, скачать песни побольше. Это мы же не шутим. Мы вообще не шутим, очень серьезные группы. Да, вот по поводу серьезных. Как относитесь к своему творчеству? Есть какая-то доля, там, не знаю, самоиронии или наоборот? Мы, кстати, серьезно не можем относиться к творчеству, потому что, мне кажется, к любому продукту отношение серьезное, оно губит этот сам продукт. Поэтому на концертах, когда люди сидят, серьезно слушают, я все время как-то напрягаюсь, думаю, блин, черт возьми, надо, наверное, чуть расслабиться. Это мне, наверное, слишком серьезно сейчас вот это вот сказало. Все подумали, что это... я прям это имела в виду. Ну, серьезно стоит относиться на этапе уже продвижения всего этого, там, не знаю... Это другие люди, это должны директора относиться серьезно, менеджеры и прочее. Поэтому, да, мы стараемся смешивать там все, что можно, что нельзя. Музыка «Инвайт», собственно, ваша, она вот про что и о чем? Есть ли какая-то сверхцель или сверхзадача? Какой-нибудь скрытый месседж там или что-то такое? Он, в общем, изначально мы его выдали в ЭПИ, что это некий... Ну, мы какой-то такой белый корабль, и мы вот плывем, в принципе, куда мы приплывем, мы, ну, не совсем, может быть, понимаем иногда, но как бы мы хотим очень сильно куда-то приплыть. Какой-то цели, которую мы видим, но вот пока не совсем, может быть, понимаем, как ей приплыть. Музыка и вообще подобных вам коллективов, это хорошая, качественная музыка, которая должна звучать на поп-радиостанциях и поп-телеканалах. То есть, по сути, она легка для восприятия, для усвоения слушателя, она понравится там, грубо говоря, и моей маме, и моей бабушке, но этого почему-то не происходит. Почему? Вот как сломать вот то, что... Вы видите, как музыканты какой-то выход? Ну, мне кажется, она сама сломается. Не то, что мы надеемся на великое привидение. Мне просто кажется, что это рано или поздно случится, поскольку вот то поколение, которое есть сейчас, которое делает сейчас музыку, как бы, когда, ну, должен пройти какой-то период времени до того, чтобы, ну, она стала статусной, ну, обрала некий статус. То есть, эти все группы, как бы, на этой волне, в которой мы сейчас существуем, они рано или поздно неизбежно куда-то пробиваются. Ребята принесли новый клип. Новый ли он? Он, собственно, новый, первый, единственный пока клип, который мы пускаем в ротацию, поскольку это действительно серьезная работа. Все, что мы делали для этого, это больше было похоже на хоум-видео. Это было снято с идеей-задумкой, но, как бы так, все равно это больше с ребячеством было сделано. А тут, ну, прям, решили, надо какой-то клип, там, картинку такую телевизионную, все, чтобы было фирменно. Это песня, которая есть на нашем эпи. Она называется «Closer». Это наш хит. Который покорит все страны. Ну, да. Снято это было на фотоаппарат. Из миллиона, там, миллиона-миллиона фотографий было сделано это видео. И сделали его наши друзья Саша Карелина и Егор Марви. Очень большое спасибо за это. И я надеюсь, что всем этот клип понравится так же сильно, как мне, Диме и нашим поклонникам, которые его уже видели у нас на сайте. Присаживайтесь поближе. Прямо сейчас клип группы «In White» под названием «Closer». «In White» под названием «Closer». А теперь, внимание, вопрос от группы «In White». Первые двое правильно ответивших получают в подарок наши прекрасные эпишки. Сколько на данный момент существует участников нашей группы? Все. Вот и все, ребята. Заглядывайте на мой блог вот по этому адресу, если хотите знать больше о новых релизах, клипах и музыке вообще. Для вас трудился Болелов Борис. Больше хорошей музыки в ваши уши. И не забывайте выбирать, что, собственно, слушаете. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!